13 января в России отмечают профессиональный праздник работников печати, средств массовой информации, журналистов. В день российской печати глава МРИЛ встретился с руководителями региональных СМИ. Юрий Зайцев поблагодарил журналистов за работу, обсудил насущные вопросы и планы по дальнейшему развитию. Это не просто диалог руководителя республики Юрия Зайцева и главных редакторов, а предметная и эмоциональная беседа. О разном. О создании медиахолдинга и региональных СМИ, о развитии теле- и радиоиндустрии, о поддержке районных изданий. Но в начале, конечно, поздравления с профессиональным праздником. Уважаемые друзья, прежде всего я хочу вас поздравить с праздником. Основную массу информации, конечно, я черпаю из изданий, которые многие из вас здесь представляют. И формирую свое какое-то мнение, свое понимание. Средства массовой информации остаются основным источником достоверной информации для зрителей, читателей, слушателей. Понимая важность развития отрасли, Юрий Зайцев активно поддерживает ее с первых дней работы в должности руководителя республики. Отдельное слава благодарности Юрий Зайцев за то, что беспрецедентно в этом году мы приняли решение в три с половиной раза увеличить финансирование наших типографских расходов по изданию книг. Это здорово, замечательно, потому что даже в рамках празднования столетия республики Мариил федеральных денег мы столько не имеем. Не сдерживая профессионального любопытства, редакторы задают главе республики и профессиональные, и личные вопросы. К примеру, у глафреда «Марийской правды» вопрос о том, какие источники информации предпочитает Юрий Викторович. Интересно, вот ваша позиция, вот традиционные печатные СМИ, которые в основном большинство у нас здесь представляют, вот насколько важно их сейчас сохранить как обратную связь? Большинство людей, кстати, много молодежи читает. Вот берет, сидит с книжками, читает. Именно вот сова книжка. То же самое и газета. Я с удовольствием. А директор Мариил телерадио Ирина Фоминых, пользуясь случаем, поблагодарила главу региона за поддержку национального телерадиовещания. После летней аналогичной встречи с руководителями СМИ были выделены средства на техническое перевооружение нашего телерадиокомплекса. Две недели, как в студии Мариил радио, работает новый вещательный пульт. И вообще все оборудование у нас теперь там цифровое. Аналогов подобного в предположенном федеральном округе просто нет. И качество сигнала от этого, конечно, гораздо лучше стало. Кроме того, мы приобрели и уже установили АФМ-перетачик новый, он вещает на город Хешкала. Жители столицы республики, думаю, тоже уже качество сигнала услышали новое. Теперь у нас, конечно, следующая задача – это покрытие АФМ-перетачиками республики всей. Но здесь мы без вашей помощи, без помощи профессии тоже не справимся. Кстати, новый вещательный пульт, который работает в студии Мариил радио, создан в рамках программы импортозамещения компании из Санкт-Петербурга. А новый АФМ-перетачик и формирователь сигнала сделаны в Новосибирске. Заменили все оборудование, которое в этой студии было. Оно отработало больше 10 лет. Соответственно, требуется его уже модернизация. Ядром комплекса будет пульт российского бренда «Дигилайн». Это совместное производство нашей компании и компании «Салензина» и «Аргентина». Что касается телевидения, в ТВ-студиях появился новый светодиодный комплекс освещения также российской сборки. Это не только качество, но и экономия потребления электричества. Вот пользуясь случаем, а мы в феврале уже все закончим, хочется вас пригласить, принять участие в наших прямых линиях. С удовольствием. Спасибо. Спасибо за добрые слова, Елена Алексеевна. Я, еще раз говорю, я открыт и даже для прямых эфиров. Конечно, то, что я знаю, то, что я могу, я всегда об этом скажу и всегда, как говорится, поделюсь. Мы очень рады, ждем вас. Спасибо. Общение Юрия Зайцева с представителями СМИ длилось около часа, но спросить, кажется, еще есть о чем. На что глава региона, как и летом, вновь пообещал, что подобные встречи будут регулярными, а средства массовой информации могут и впредь рассчитывать на поддержку со стороны правительства региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова